Курсанты-спасатели прошли практически этап обучения на полевых сборах. Какие навыки они отрабатывали на учебной базе и для чего военная подготовка к будущим пожарным? Расскажем прямо сейчас. Территория, на которой расположен учебный центр Кокшетауского технического института, ВОЗ свое распоряжение вернул не так давно. Поэтому работа по обеспечению материально-технической базы здесь начали проводить недавно. Однако, как оказалось, нескольких учебных площадок достаточно для практических занятий. В зависимости от специальности курсанты отрабатывают здесь навыки тушения условного пожара и действия при эвакуации пострадавших. По планам института мы занимаемся по оперативно-тактическим предметам и предметам по пресечению пожара. Знания, полученные в теории, мы ежедневно применяем на практических занятиях. Для практики мы заступаем в качестве начальника караула учебной пожарной части института, а также в первой и второй пожарных частях города Кокшетау. Благодаря этому мы уже сейчас осваиваем будущую профессию, что в будущем даст свои плоды. Четыре года обучения в специальном профессиональном институте равны полноценной службе в армии. А после окончания вуза курсанты вместе с дипломом получают военный билет и офицерское звание. Будущие пожарные спасатели проходят руки военной подготовки и, как обычные военнослужащие, учатся строевому шагу и стрельбе из оружия. В нашем институте действуют семь научно-творческих кружков, в которых занимаются 56 курсантов. Ежегодно среди студентов пяти вузов при Министерстве внутренних дел проводится конкурс на лучшую научную работу. В нынешнем году от имени нашего института мы отправили на конкурс пять работ. Сейчас ожидаем результаты. Кстати, вполне возможно, что в будущем учебному заведению будет присвоен статус академии. Сейчас руководство института проводит в этом направлении определенную работу. Улучшение материально-технической базы учебного полигона также в приоритете. Ежегодно по государственному заказу в институте выделяется 143 места для абитуриентов, 10 из них для граждан Кыргызстана. В этом году мы принимаем курсантов по двум специальностям. Это пожарная безопасность и защита при чрезвычайном происшествии. Кроме того, 75 мест выделяется для заочной формы обучения. Однако воспользоваться этой возможностью могут только действующие сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Мы принимаем курсанты за счет государственного бюджета. Благодаря межправительственному соглашению возможность получить бесплатное образование имеют и граждане Кыргызстана. Подобный договор позволяет учиться за рубежом и казахстанским курсантам. На сегодняшний день в профессиональных вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Минска обучаются более 150 казахстанцев. На дневное обучение принимаются молодые люди, достигшие 16 лет и имеющие среднее образование. Прием в вуз состоит из четырех этапов. Сначала приемная комиссия рассматривает документы кандидата, затем он проходит медицинскую комиссию и сдает экзамены на физическую подготовку. В завершении приемная комиссия рассматривает все результаты и выносит определенное решение. В институт я поступил от лица департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области. Я учусь на третьем курсе, а в следующем году я получу степень бакалавра по специальности пожарной безопасности и гарантированно буду трудоустроен. Я планирую работать в департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, либо в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Я горжусь, что учусь в единственном вузе страны, где готовят специалистов по чрезвычайным ситуациям. Я призываю всех желающих поступать в этот институт. Здесь вы не только воплотите свою мечту в реальность, но и будете способствовать развитию нашего государства. В специализированном институте создана качественная учебно-материальная база. Курсанты пользуются большой библиотекой, лабораторией, компьютерными и лингофонными кабинетами. С 1997 года в учебном заведении выпустили около 4000 курсантов. Более ста из них закончили вуз с отличием. Выпускников, окончивших с отличием, мы стараемся оставлять у себя, так как нам необходимо готовить новых преподавателей. У нас есть возможность сразу назначить лучшего выпускника на должность преподавателя, а через пару лет мы отправим его учиться на магистранта в Российскую академию противопожарной службы. По приезду на родину он также пройдет специальные курсы. Курсанты отправятся в качестве дополнительной поддержки. Если же в вузе внезапно зазвучит сирена, то караульные отработают ее по специальному алгоритму. Курсанты На первом, втором, третьем курсах мы один раз в месяц заступали на караульную службу. И когда происходили пожары, мы в таких случаях на спецмашине института отправлялись на место происшествия. Как тушить пламя и какие действия принимать после его ликвидации, все это мы учим в теории, а затем в момент реальных выездов применяем на практике. Воспитанники института с честью выполняют служебный долг. Находятся на переднем рубеже по защите национального богатства от огненной стихии. Участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Не только на территории Казахстана, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Осводный отряд института входит в резерв МВД и способен в кратчайшие сроки мобилизоваться и выдвинуться в любые регионы области и республики для проведения первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ, оказания помощи пострадавшим. За самоотверженные действия в экстремальных ситуациях проявлены мужество. Личному составу института в 2000 году было вручено боевое знамя.